Знаменитая провидица Ванга предсказывала, что появится человек, который мыслит цифрами, и он предскажет будущее. Сегодня в нашей студии появится сидик Афган, который утверждает, что изобрел формулу будущего. Неужели это тот самый человек, о котором говорила легендарная Ванга? Это Первый канал. Добрый вечер. Я Дмитрий Борисов. В эфире «Пусть говорят». Математический интеллект молодого ученого считается наивысшим в мире и взят под защиту ЮНЕСКО, как достояние человечества. Знаменитая Ванга утверждала, что появится человек с Востока, в голове которого будут цифры, и он будет предсказывать будущее. Когда уже с Вангой в 95-м году мы подружились, породнились, в разговоре я как-то говорю, Ванга, ну а вот вообще на земле кто-то есть, человек равный тебе по силе? Она говорит, на Востоке живет один ученый, говорит, и говорит, он предсказывает при помощи цифр. Неужели этот человек появился? В свое время они много писали, как о математике, философе и уникальном предсказателе. Он был частым гостем на советском телевидении. Афганский математик Селик Афган не только открыл новые научные горизонты, он научился без всякой магии, только с помощью цифр прогнозировать грядущее. Он родился в Афганистане, а учился в СССР. С помощью своих вычислений Селик Афган спрогнозировал и распад Советского Союза, и августовский путь, и появление в США темнокожего президента. Это формула Вселенной. Это общая формула. Я соревнования даю во всем мире. Формулы, если меня будут... Формулы можно обманывать по другому науке? А по математике не можно обманывать. 2 плюс 2, С4, БС4, С4 и БУДУ4. Сидик уверяет, что нет случайных цифр. Все закономерно, и даже номер паспорта, квартиры, телефона могут многое сказать о нас. Собираясь на съемку, я заранее напечатала на машинке даты и события своей жизни и предложила Сидику рассчитать эту дату. В 73-м году было двойной, плюс-минус было. Замуж ушли второй. И какая была смерть близки у родителей? Мама или папа, или какой смерть? Потрясающе. Смерть мамы. Мама. Афганский математик считает, что раскрыл главные загадки истории человечества, а недавно вычислил будущее мира. Это формулы, короче говоря, сколько его площадь. Формулы площадь. Это его наследие. 140 миллионов 280 тысяч 700 человек. Это рассматривали. Это все на язык математики. Неужели это тот самый пророк, о котором говорила Ванга? Что же нас ждет? Можно ли и заменить будущее, если прогноз неблагоприятен? И как выглядит формула мирового счастья? Об этом сегодня только пусть говорят. Много всякого разного происходит в мире. Нас все время предупреждают о грядущей, то третьей, четвертой, пятой, не знаю, волне коронавируса. Что же будет со всеми нами? И правда ли, что есть человек, который только при помощи цифр может предсказывать будущее в нашей студии? Профессор Евгений Ищенко. Заслуженный юрист России, заслуженный деятель науки. А еще и друг Сидека Афгана заодно. Добрый вечер. Евгений Петрович, садитесь, пожалуйста, куда удобно. Спасибо. У нас необычно сегодня студия декорирована, я бы так сказал, с разными математическими формулами, с цифрами. Они нам сегодня пригодятся. Но перед тем, как перейти к главному, к будущему мира, расскажите, вы верите Сидеку? Я Сидеку верю на 100%. Поскольку я, наверное, самый старый в этой компании человек и по возрасту, и по стажу знакомства с Сидеком. С Сидиком мы познакомились в 1990 году. Я в этом году защитил докторскую диссертацию по алгоритмизации расследования преступлений по криминалистике. И меня заинтересовала возможность математического раскрытия расследования преступлений, так сказать, математических методов борьбы с преступностью. Не случайно в институте МВД есть специальный отдел, который изучает возможности таких людей, как вы. Спасибо. Я понял, что ваши предложения будут способствовать правильному движению версий, а значит, раскрытию преступлений. В этом году первому криминалистическому подразделению в органах внутренних дел исполнилось 90 лет. По этому случаю был выпущен знак, который, в общем, раздали всем специалистам. Позвольте вам вручить этот знак. Почетный знак криминалиста! Чтобы вы вспоминали о нашей встрече. Без золотого, спасибо, что вы тоже меня дали. Теперь Сидик награжден, можно сказать, на память почетным знакам. Так вот, я с Сидиком познакомился в 90-м году, был в командировке в Ленинграде, ныне Санкт-Петербург. Вот, и созвонился, мне дали телефон, созвонился с Сидиком. Он меня ошарашил. Говорит, вы знаете, я вас давно жду. Я говорю, ну я готов приехать, я как раз и хотел с вами познакомиться, выяснить интересующий меня аспект борьбы с преступностью, раскрытия преступлений и математик. Вот, когда, значит, я к нему приехал в гостиницу, я говорю, Сидик, вы, наверное, с кем-то меня спутали, давно ждете. Он говорит, нет, господин профессор. Я говорю, Сидик, я еще не профессор, я только докторскую защитил. Это не важно. Вот, вы будете профессором очень быстро. Я вас вычислил, а он еще и добавил, вы про меня напишите книгу. Я, конечно же, ну, с большим сомнением. Это был прогноз или программирование нейролингвистическое? Я даже не знаю, не знаю. Думаю, что скорее прогноз, чем запрограммировать меня довольно трудно. Вот, и мы с ним проговорили очень много. И я узнал еще один интересный, для меня тогда было удивительно совершенно. Он говорит, господин профессор, я вычислил день своей смерти, я знаю, сколько я проживу. Я говорю, неужели это, как это вообще для, так сказать, самочувствия, для души, значит, когда умрешь. Я говорю, лучше, наверное, умереть внезапно, чем в расчетный период. Он говорит, нет, господин профессор, когда знаешь, когда умрешь, свои все планы можешь четко строить. Вот знаешь, что у тебя еще, так сказать, вот десяток-другой лет предстоит. Дата смерти, такая тема, вот я не знаю. Георг, вам хотелось бы знать? Конечно, лучше знать. Серьезно? Потому что нет судьбы, кроме той, что мы выбираем. Если ты знаешь дату своей смерти, ты ее можешь изменить. Ой, а если вдруг скажешь, что через два дня или через... Точно так же, это можно изменить. Нет судьбы. Но вот почему важно знать, например, дату смерти? Сам Сидик вот что говорит. Ой, лучше не знать. Господин Сидик, вы вычислили дату своей смерти с помощью своей методики расчетов. Зачем? Потому что если вы знаете, через час закрывается магазин, вы спешите в визиты, потому что не закрывается. Если знаете, через два часа с кем вы хотите общаться, или говорить, через два часа я прийду, вы следите. Если я знаю, что в моей жизни сколько осталось, буду все свои дела сделать по плану. Поэтому это очень здорово играть. Я не считаю смерть, это рождение считаю. Потому что мы придем из материального мира, духовного мира. Вторая наша жизнь после смерти. Поэтому я считаю, когда человек знает день смерти, это хорошо. Анна Николаевна, что думаете? Каждая из нас как-то относится к цифрам. Почему, например, вот мне лично нравится цифра 5. 7 дней в неделе, 7 чудес света. Какие-то цифры несут на себе особенную, вот так сказать. Но они для каждого свои. Ну правда. Кто-то боит цифры 13, а кто-то наоборот выбирает ее любимым числом. Нам сказали, что цифра 13, это надо избегать. И некоторые в это очень верят. Понимаешь? Фарида, скажите нам. Вот вы цифрами, понятно, вы с ними дружите. Они вам деньги приносят, в конце концов. Вы знаете, многие люди считают, что все в нашей жизни случайно. На самом деле это не так. Все в нашей жизни предопределено, потому что мы все пришли сюда под определенным кодом. Так жить неинтересно же. Это, знаешь, от нас ничего не зависит. Мы же каждую секунду совершаем какие-то решения, выборы делаем, которые, по идее, может кардинально изменить. Все. А вы говорите нам, что нет. Я понимаю, что цифры дают людям возможности, способности, открывают таланты, говорят обо всем. То есть с помощью цифр, с помощью знаков можно предугадать глобальные катаклизмы. А у вас по математике пятерка была в школе? У меня нет. Я вам могу сказать больше. Я вообще полный гуманитарий. И, конечно, такой человек, как Сидик Афган, это просто величайший человек. И он сумел сдружить эзотерическую, мистическую нумерологию с законами математики. Когда Сидику было 17 лет, он предсказал падение монархии в родном Афганистане и 83-дневную трагедию, сопровождавшую это событие. За что был брошен за решетку и подвергнут пыткам. И от расстрела его спасла только Апрельская революция. Впервые новую страницу в истории математики он списал уже в 19 лет, получив признание Организацией Дневных Наций. В 1985 году, за 4 года до вывода советских войск из Афганистана, он предскажет эту дату – 16 февраля 1989 года. Но тогда ему еще не верили так, как сейчас, когда статистика его прогнозов уже стала признанной. А тогда 165 газет мира напечатали это пророчество, но большинство из них намекало, что он сумасшедший. Однако, когда прогноз оправдался день в день, президент Афганистана Наджибулла в знак признания таланта ученого подарил ему дом и мерседес, вместо номера, на котором стояли буквы МСА – Мохаммад Сидик Афган. Но если тогда, когда о нем снимались сюжеты на советском телевидении, он говорил, что может предсказать какие-то точно события, а в основном по дате рождения, дату смерти конкретному человеку, сейчас он идет дальше, он говорит, что он вычислил формулу будущего, может делать долгосрочные прогнозы для всего человечества. И тут вспоминается пророчество легендарной Ванги. Сергей Косторной, друг Ванги в нашей студии сегодня. Тот ли это самый предсказатель, о котором Ванга говорила? Добрый вечер. Добрый вечер. Смотрите, может ли Сидик Афган быть тем самым пророком, о котором говорила ваша подруга Ванга? Да, мы в 95-м году с ней обсуждали эту тему. Я говорю, Ванга, а что вообще? Вот тебя не станет, мы все смертны. Кто-то на свете есть человек, который обладает способностями твоего уровня. А она говорит, малонько, мало-мало, их очень мало. Я говорю, ну, например, кто? На Востоке живет такой человек, но у него другой дар. Он считает, я его смогу увидеть. А она говорит, увидишь, но не скоро. У него другая способность, он цифрами работает. Тут надо дать маленький комментарий. Ванга работала в аналоговом формате, говоря современным языком. То есть она выходила в информационное поле Земли и транслировала то, что ей там говорили. А когда у вас обнаружилась способность предвидеть, узнавать, общаться вот с этим голосом, который вы слышите? Этот голос всегда рядом со мной присутствует. И вчера, и сегодня, и сейчас. Первый раз я услышала его перед войной. Была суббота, 5 апреля 41-го года. Собрались мы после обеда большой компании. Тут он и явился. Я увидела его своими душевными глазами. Вот как ты меня сейчас видишь, так и я его увидела. Передо мной предстал человек. Он сказал, кто он. Но я сказать тебе этого не могу. Человек, в общем. Говорит, я такой-то, такой-то. Слушай, что я тебе скажу. Завтра начинается война. Ты будешь говорить, кто жив, кто умер. Я просто вся в комок сжалась. Она еще работала с духами умерших людей, с душами. Она выполняла роль медиума. То есть, говоря современным языком, Ванга была аналоговым предсказателем будущего, а Сиди Кавган – цифровая версия. Само время и само движение Земли в Пятое измерение диктует переход на цифровой формат Пятое измерение. Это люди, которые будут обладать особенностями ангелов, особыми духовными. Так вот, это Пятое измерение и вызывает множество нюансов, которые сейчас происходят в жизни, которые нам непонятны. Почему предсказанное окончание коронавируса никак не кончается? Я вот говорил, что... Нет, вот меня этот вопрос больше всего волнует сейчас. Когда закончится пандемия-то? Когда мы зажим обычную жизнь? Ну вот ждем Сидика, да. Дело в том, что страшное случается каждый год. И поэтому прогноз о том, что в каком-то году что-то случится страшное, он... Ну да, в России в каждом августе что-то случается, конечно. Но в чем, на мой взгляд, уникальность Сиди Кавгана в том, что он сумел соединить математику с философией и историей. И здесь мы об этом не говорим, потому что его политические, геополитические прогнозы не были бы возможны, не будь он выпускником историко-философского факультета. И не изучая он историю стран, народов и прочее, ему бы было сложно одной математикой обойтись. То есть вы намекаете на то, что он еще просто профессиональный историк, и у него интуиция. Конечно, он интерпретирует цифры, интерпретирует цифры с точки зрения истории, политологии и философии. С детства Сидик имел особую склонность к вычислениям. В семь лет он пошел сразу в четвертый класс. В девятнадцать лет посылает в Организацию Объединенных Наций свое первое научное исследование, официально признанное математиками Техасского университета, как новое открытие в области теоретической алгебры. В США ему устроили соревнования с суперкомпьютером. На 400 сложнейших вопросов математического характера Сидик ответил быстрее машины на 6 минут, за что он получил свое первое вознаграждение – Форд Мустанг. Однако дальнейшее образование он решил получить не в Штатах, а в Советском Союзе. Сидик Афган – математик, который рассчитал, когда в Афганистане начнется гражданская война. День, когда оттуда уйдут советские войска, когда Горбачева изберут первым и последним президентом СССР. Он предвидел августовский путь и с трибуны 28-го съезда смело заявил, что это последний форум КПСС на одной шестой суши планеты. Превыше всех званий и титулов он ценит собственную независимость. В его кабульском офисе всюду цифры, таблицы, книги, бумаги, газеты. Этот уникальный человек имеет положительную энергию. Он может год голодать, месяц не спать, контролировать свое давление и, конечно же, работать без устали. Бедрис Киркоров на студии. Добрый вечер. Вы верите Сидюку Афгану? Я хочу сказать следующее. Баба Ванга ослепла, когда ей было 8 лет. Никакая математика, никакие цифры она не занималась. Я не знаю, какая способность была у нее, что она от куска сахара, который идти на 100 километров, 500 километров ночью спишь, на другой день этот кусок забирают на машину, привозят к ней, она, держа этот кусок, говорит, Дмитрий, он болеет то-то-то-то-то. Почему оперировали, почему? Это уже никакие цифры она не занималась, считать 7, 8, 10, 15, что будет это, будет то. Баба Ванга была уникум. Я Бабу Вангу знаю 55-го года. Я служил в армии. И у нас в ансамбле была девочка влюблена в один из театральной труппи, который тоже военный театр играл. Она сказала, Бедрос, давай пойдем здесь сейчас в Петрич будем. Он не хочет ехать, боится или что-то. С тобой пойдем. Посмотрим, что скажет Ванга. Если совместимость, она это угадывала. Короче говоря, с этой девочкой мы пошли в Петрич. И когда мы стояли в очереди, у нас ансамбл, не были звездочки, а были лири. Из калитки, эта старушка, я много раз встречал, ей помогала. И прямо с шагами пришла к нам, остановилась и перво сказала, что вы в военной форме, военная Баба Ванга не принимает. Так что уходите. И потом мне она сказала, что вы с Аманом пришли. Давайте, идите. Не будет принимать она. Через 20 лет эта женщина, я встречаюсь случайно в магазине, она уже продавчица, она узнала меня, говорит, бедрость, ты знаешь, я на второй день пошел в штатское, она мне сказала вот что, что да, ты любишь его, у тебя будет трое детей, но имей в виду, он с тобой не будет жить долго. И действительно так стало. Она родила от этого артиста трое детей, а через какое-то время он погиб в автокатастрофе. Она не жила с ним. Вот откуда знала это? Потом я другое скажу. Вы знаете, мы здесь были в вашей передаче с пресс-секретарем Борисом Элциным. Помните эту передачу, да? Конечно. Она очень хотела видеть Бориса. Она всегда говорила, она сколько раз мне, я говорю, знаете, у меня связи никаких нету, как я могу пойти президенту, сказать, вас Ванга хочет. Но она нашла все-таки какие-то связи. Это дошло до Бориса Николаевича Элцина. И он не пошел, а сам послал своего пресс-секретаря. Да, Сергей Медведев. Сная свои часы, он рассказывал сам. Отдал, сказал, отдай бабу Ванге. Он пришел, он дал часы, но перед этим в кармане, внутреннем кармане положил маленький магмитофончик записать. Он нажал, помнит, что он нажал, что магмитофон работал. А когда баба Ванга увидела, она с рукой так швырнула, она слепая, не видит ничего, она ему положил, она так с рукой так, он говорит, швырнула, что чеши отлетели. Мне не нужны часы, я очень богатая. А вы знаете, что баба Ванга руки, деньги не держала? А нужны ли деньги для того, чтобы человек был счастлив? Нужны ли са пари човек да бъде счастлив? Не. Нет. А зачем? Нет, деньги не... Не, 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 много пари са дяволи. Много пари са дяволи. Не, 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 не. Много денег е от дявол. А что нужна човеку для счастья? Дебе Ванга пита, какво треба на човек, за да и счастлив? Са счастлив, да е жив, да не ложе, чтобы был жив, здоров, не обманывал? Да не шин не зла, да его средства, да себе жил. Чтобы у него было достаточно средств, А много пари, дяволчики. Много денег, этот дявол човек. Не, 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 не. Надевайся, нам без зла чекай его. Волк говорит, сделаешь добро, надейся, сделаешь зла, ожидая обратно его. Ну что ж, сразу после короткой рекламы в нашей студии появится сам Сидик Афган. Сможет ли он чем-то удивить наших гостей? Тот ли он пророк, о котором говорила Ванга? После рекламы вернемся. Оставайтесь с первым каналом. В эфире «Пусть горит» всем еще раз. Добрый вечер. Я Дмитрий Борисов. С помощью математики можно делать прогнозы на будущее, разгадывать тайны прошлого. По меньшей мере, это утверждает афганский ученый Сидик Афган, который приехал в Москву, чтобы продемонстрировать в действии свою математическую машину времени. Неужели у него есть формулы всех тайн на свете и каким, по его версии, будет будущее всего мира? Сидик Афган с женой и двумя детьми постоянно живет на своей родине в Афганистане. Еще одна дочь учится и живет в США. С нашей стороны у Сидика Афгана особая эмоциональная связь. Он учился в вузах Липецка и Ленинграда. Почти 10 лет прожил в СССР, постигая математику и расширяя ее горизонты. Как студент он был сильный уже от природы, Сидик. И у него были, как бы сказать, знания из индийской математики. Он говорил об этом, что он бывал в Индии и там, так сказать, знания какие-то он там тоже приобретал. Сидик мог считать. И считать большие числа перемножал в уме быстрее, чем часто калькулятор. Афганский ученый уверен, что и судьба человека, и судьба государства запрограммированы, и существуют формулы этих судеб. Сидик говорит, что вычислил многое. Распад Советского Союза, приход к власти в Америке темнокожего президента, время, когда будет побежден коронавирус. Математика позволила ему заглянуть и в прошлое, и в будущее. И сегодня он готов поделиться со зрителями, пусть говорят, своими открытиями. Когда же человечество победит пандемию? Какие тайны нашей истории разгадал математик? Что ждет мир в ближайшее время? Сиди, Кавган, в нашей студии сегодня. Добрый вечер. Здравствуйте. Очень рад, очень рад. Стой. Молодец, что вы здесь сидите. Садись. Как вы русский язык не забыли? Я плохо говорю по-русски, потому что 30 лет я не разговаривал. Отлично говорите. Сколько раз меня выгоняли. Спасибо большое за комплимент. Сиди. Вы изобрели формулу будущего. Как далеко вы заглянули? До какого года? Я до 2065 года. Я все, что касательно... Это прогнозировали. До 22 века у меня все расчетилось. Все записано, смотрите, аж до 2065 года. Я хочу коротко сказать, о чем это речь. Это новая наука в мире. 50 лет я первый раз открыл новый формул. Все люди, естественные науки, и гуманитарные науки рассматривали это параллельно. Я плохо говорю по-русски. Вы отлично говорите. Мы все понимаем пока. Все отлично. Понятно. Вот. Естественная наука это природная наука, гуманитарная наука это человечество. Говорили философия, это мать наука, говорили все, мы как учились. Да. Когда матери будут, где ее отца? Обязательно ищите отца. Отца это математика. Философия мать наука, математика отец. Все я ее поженившись и сделал философию математики. А что на доске? Расскажите нам. Самое важное. А это важно. Я скажу. Это алфа-бит философии математики. Это калькулатор. Смотрите. Алфа-бит математики ноль до девяти. Так. Ноль. Это зачатие. Извините, ДНК. Девять месяцев рождается человек. Поэтому природ из человека в одном семье. Ноль зачатия, девять человек родился. Смотрите. Десять цифр. Один, два, три, четыре. Смотрите. Один, пол, четыре, пять. Это пять в середине. Самое отличное в мире это пять. Вот. Она сказала, да, да. Пять пальцев на руке у нас. Пять чувства. Венечное. Еще два чувства есть. Шестое чувство и седьмое чувство. Седьмое чувство я нашел. Обнаружи вас. В 1978 году я нашел это. Чувство. Это пять. Это пять. Пять плюс пять. Десять. Это мы тоже можем. Это десять. Фишер, медленно говоря. Так. Десять равняется один квадрат плюс три квадрата. Смотрите, ноль, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Логично. Дуб бесконечность и такой характер существует. Почему? Потому что минус не существует, ноль не существует. А 120 на 80 это что такое? Давление? Это, смотрите, медицинский знак. Это плюс. А, плюс это крест медицинский. Вот, значит. Так. И скоропомощь. Вот. Да. Вот это скоропомощь. Так. Да? Она же аптека. Пять литров кров, нормальный кров, четыре немножечко похудей, шесть, это немножечко полный, как я. Два, это больные, которые не кушали, это восемь катакол. Понимаете? Смотрите. Два на пять, десять, на восемь, восемьдесят, четыре на пять, двадцать на шесть. Это нормальное давление. 120 на восемь, все точно. Сидик, но цифры, это, конечно, прекрасно, но жизнь, это не только цифры. Мы знаем, что у Сидика прекрасная семья, трое детей, жена, мы пообщались с ней, кстати, перед эфиром. Вот, что она рассказала о знакомстве. Первый раз я увидела его по телевидению. Он очень увлекательно рассказывал. Это было после его приезда из Москвы. Не думала, что он холостой, а, скорее всего, женатый и есть дети. Он говорил о прошлом, прогнозировал будущее. Мой отец был восхищен им, и его встречами с первыми лицами ряда государств. Он даже отклонил приглашение Джорджа Буша. В семье Сидика Афгана было семь детей. Он был вторым сыном. Мать была заинтересована в его женитьбе, так как все братья и сестры устроили свою жизнь. Начальник офиса, где работал Сидик Афган, был нашим родственником и часто гостил у него. Мать Сидика Афгана попросила нашего родственника найти достойную невесту и ее сыну. С этим предложением наш родственник обратился к моей матери, имея меня в виду. В Афганистане принято несколько раз приходить свататься. Его мать месяц ходила к нам с этой просьбой. В конце концов мы дали согласие и была помолвка. В день помолвки он увидел меня в первый раз. Была большая разница того, что мы увидели по телевизору и вживую, когда он пришел к нам в гости. Были, конечно, определенные сомнения в нашей семье в отношении его. Он очень увлечен своей научной деятельностью. Возможно, будет меньше уделять время семье. Это была моя судьба. Я влюбилась в него. Детьми в основном занималась я. Но в дальнейшем высшим образованием детей муж занялся вплотную. На детях он не делал прогнозов. Вся его жизнь проходит вокруг чисел. Вот. Это первое начало. Это моя книга, которая написала в файл институте математики. Вот. Сейчас скажу коронавирус. Смотрите. Так. Можно прям перевернуть. Ага. Я в философских... Давай коронавирус. Смотрите. Вот это самое интересное. Как рождается этот прогноз. Как по циркулю. Вот почти циркуль, да. Просто круг, да. В общем, круг. Так. Ночь, улица, фонарь, аптека. Круг, крест. Уважаемые, смотрите. Это пять. Два. Это четыре. Это шесть. Это восемь. Двадцатого. Это люди говорили. Смотрите. Это. Плюс это шесть. Плюс шесть это двенадцать. Плюс это двадцать. Это получается двадцать. У сто один. Умножим на двадцать. Это получается двадцать двадцать. Поэтому это... Когда ковид закончится, скажите? Вы начали говорить про пандемию. И это самое интересное. Когда потом, потом? Когда там заканчивается? Когда что? Атомное оружие когда заканчивается? А, заканчивается? Когда заканчивается? Это тоже новое оружие в двадцать первом веке. Это оружие. То есть оно будет... Биологически. Это оружие доказано. Надо сказать, что дочь Сидика рассказала нам перед программой, какое у него трепетное отношение к цифрам. Мы это и все, в принципе, заметили. Но вот ее слова. Я очень горжусь иметь такого отца. А в школе все, например, когда я говорила, что я дочь Сидика Афгана, все говорили, правда? Потому что они не верили, что дочь Сидика Афгана живет и учится в обычной школе Афганистана. Мы считаемся с его мнением в отношении таких вещей, как номер дома или новой машины, нового паспорта. Да, сперва мы отправляем фото своему отцу. Мы спрашиваем, подходит номер дома или нет. Он всегда нам отвечает, хороший он для нас или нет. Мы все верим в такие вещи. Я, когда в Советском Союзе учился, номер самолета видел, номер свой билет видел. Сижу, пока не закрой дверь самолета. Сразу вижу, этот самолет будет... Как? Падает, да, спасибо. Падает. Я ушел от... Все мои в самолете туда. Самолет подал. Меня на неделю задержали. Как ты знал? Я доказал, как обратно берем Ньютона, которые идут туда, обратно я доказал. Через номер. Прерву вас, на секунду. Но вы... Какое отношение имеет номер рейса или номер вашего места, оно же не поменяется? Эти рейсы ежедневные, номера всегда есть в этих самолетах. Давай вопрос за эти. Да. Как вы поняли, что именно ваш самолет там упадет? Вот, вот, вот. Например, давай. Я сказал, мне год рождения, 1958. Это мой год рождения. Кто знает, какой его номер паспорт будет? Никто. Я 6 месяцев тому назад сказал, когда я получил номер паспорт, мне обратно его будет. Обратно будет. Я сейчас докажу. 58, 19 будет. Посмотрите, господин. Это смотрите. Это год рождения, мне 1938. А номер паспорт наоборот. Другой паспорт уже скажу. 58 где-то? Но это может быть совпадение. Нет, нет совпадения. Есть совпадение. А, смотрите, из всех присутствующих здесь только Елена Серова была в космосе, смотрела на планету издали, да, как космонавт. Задайте вопрос, Сиди, который... Давай вопрос, который... Сиди, Сиди, разрешите с вопросом задать. Скажите, пожалуйста, я так понимаю, вы человек верующий? Я человек через математику верующий. Для Аллаха, для Бога, самое главное человек. Все религии для спасения человечества. Судьба в мире никто не определит. Никакой философ, никакой религии. Я определил. Ну, то есть, мы все не вольны, жить как хотим. То есть, у нас все расписано. Я понимаю, по своей науке вы профессор, это математика. Не ругайся, я тебе помогу сейчас, я тебе помогу. Смотрите, вопрос немножко задан неправильно. Вот, как мы первый раз с ним встретились, с Сидиком, я ему задаю, я говорю, мы в матрице. Он говорит, ты же это знаешь. Я говорю, ты мне скажи, в матрице или нет? Он говорит, в матрице. Я говорю, отлично. В чем здесь разговор? Разговор идет о том, что есть создатель этой матрицы, его называют Богом, его определяют по разным историям. Значит, если мы говорим о религии, религия помогает понять, что есть создатель. Религий много. Я не об этом задавала вопрос. Нет, подождите. Вопрос заключался не в этом. Вопрос заключался в том, что человек свободное существо и сам творец своей судьбы. Здесь мы слышим обратное, что на всех можно оцифровать, посчитать. Подождите. Я очень хочу вам поверить, что вы предсказали путь, что там все остальное. Я на первых не предсказал. Так. Я не предсказал. Просчитывайте. Через наука, через ряд я доказываю ситуацию. Смотрите. 1931 год, господин Ельцин. Пожалуйста, я говорю. Давай, смотрите. Смотрите закон. Это год рождения Ельцина? Ельцина. Это год рождения Ельцина. Так. Докажу. Математически все ряд. Это закон. Мы о разном говорим. Смотрите. Одно верить на свое. Так, так, так. Два. Пропустивайся. 1952 год, это год рождения, который 7 октября, это господин Путин. Так. Третий президент в России. Медвед. Медведев. 1965 год. Мы же не имеем закономерность. Я сейчас дойчлен. Я сейчас дойчлен. Во всем мире. Мы же не имеем закономерность. Если я доказываю закономерность, я могу исполнить Путин, кто будет президентом. Смотрите, я докажу. Давай. Давай сейчас. Ну, Сидик утверждает, что путем исчислений можно высчитать будущее. Что ждет всех нас? По мнению математика, после рекламы вернемся. Оставайтесь с первым каналом. Всем еще раз добрый вечер. Я Дмитрий Борисов. Необычный у нас сегодня эфир. Выдающийся математик Мохаммед Сидикавган делает ошеломляющие прогнозы. Так, по крайней мере, о нем говорят. Здесь наш студент пытается нас удивить и попутно разгадать загадки прошлого. Он прилетел специально из Стамбула в Москву, чтобы доказать, что у него есть цифровая машина времени. Как она выглядит? Предсказания афганского математика и философа Сидика Афгана о пуче 91-го, распаде СССР, победе на выборах темнокожего президента США сбывались. Ученого даже стали сравнивать с провидицей Вангой. Что Россия в ближайшее время ждет, зло или добро? Розоверзи правы. Выпрости. Сейчас Сидик Афган живет в Стамбуле и там, на берегу моря пишет историю будущего, где он сделал уникальный Ученый сумел вывести собственную формулу счастья, с помощью которой все люди на Земле станут счастливыми. Это формула Вселенная. Без телескопа из носа я соревнования даю. Они с телескопом посмотрят, я по формуле. У меня миллиметр не тащитка. У него миллион-миллион миллиард километров расчетка. Сидик Афган уверяет, никакой мистики в его деятельности нет. Он делает выводы на основе простого математического расчета. Это математика 21 века. Поэтому это математик на основе этой математики это новая математика называется файлософия математики мира. Математик сделал карту мирового будущего. Какие же события отразились на этой карте? Что ждет Россию и мир и могут ли менять ход истории? Так, Сидик утверждает, что вот эти цифры помогут нам узнать что? Смотрите, ноль. А, дата рождения нового президента. Давайте. Ду-дух четыре степени н. Вот, это получается смотрите, сумма 1931 это единица плюс четыре плюс плюс двадцать один плюс шестнадцать это двадцать один плюс нулевой тут три степени делиться. И н смотрите 1952 три нулевой три единица три двойка это получается 1952 четыре три это смотрите это получается 1965 так да понятна вот посчитайте же нам подков самое интересное вы не досчитали не стирайте но я сказал вот там поклазывается то что говорил сейчас сидик не для всех все может быть понятно единственное это язык математики и путь в науке идет своим чередом сначала говорят этого не может быть проходит время говорят в этом что-то есть еще проходит время говорят а кто же это не знал и поэтому вот эта теория которую рассказывает сегодня сидик я тоже работаю в этом направлении мы решили с сидиком объединиться договорились сделать интересный проект который будет понятен всем от начала до конца по нашим расчетам сидик Афган это мой брат духовный это расчеты показали потому что мы перед тем как познакомились показали свои паспорта и мы поняли что мы по жизни вместе пойдем спасибо смотрите 5 900 плюс X так X 5 и 5 и 1 2 3 это получается 5 это 25 это 125 это получается 155 плюс это 20 255 года война не будет не будет не будет но ванга кстати тоже предсказывала что войны не будет сейчас уже второе тысячелетие заканчивается не будет никакого потопа не будет потом никакого никакого подумали не 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 а большой войны не будет а гуля в война не будет все государственные все государственные 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 Сидик давайте так в порядке эксперимента мы приготовили некоторые цифры для вас я прошу сделать по ним расчеты но если вы сможете да давай пожалуйста ну например дата рождения этого человека 4 ноября 56 года 04 11 1956 что вы можете сказать по его дате рождения смотрите это через куб решается 6 сторон 5 на воздухе 11 смотрите интересно 90 квадрат 1 плюс 36 получается 361 смотрите интересно это один куб 3 измерения X Y 6 сторон 8 м м 20 крайн это ки апрад маю паспортрим апрад это осень единственная цифры 6 на зеркала паспортрим 3 1 делим на обратно 21 равняйся и обратно 114 вот делаем 1 36 делим на 90 на 14 это извините я преподал вот такой сейчас оттуда следует вот формула погиб погиб 1095 год до 35 лет его погиб почему туда обратно он артист тихо стоп вся музыка стоп музыка я сказал стоп музыка а сейчас пожалуйста минуту молчания вся милиция находящаяся хватит музыка вся милиция находящаяся в зале срочно оцепить ДК юбилейный так как только что стреляли в Игоре Талькова за кулисами был выстрел в Игоре Талькова да действительно это Игорь Тальков 30 лет уже прошло со дня его убийства расследование недавно было возобновлено но по-прежнему мы не понимаем что там случилось недавно встречались как раз в этой студии много там неясного ждем результатов расследования а можно прикладной вопрос прикладной конечно ну вот мне как практикующему врачу интересно вот что можно ли вот формуле какой-то формуле обучить врачей в мединституте для того чтобы они просчитывали например кто родится мальчик или девочка на момент зачатия или сколько человек может жить я могу через 5 месяцев 5 лет сколько у вас ребенок это дело другие обучить другого человека позвольте я вам отвечу я практикующий человек мы дружим с сидиком посчитать рождение детей можно можно посчитать пол можно посчитать в какой период зачатия будет происходить мальчик девочка будет у меня просто своя школа у меня мои ученики пишут научные работы на эту тему да и вот как раз цель была одна из научных работ которой мы это показываем это не сложно мы это пожалуйста можем показывать нет проблем Михаил Ковачук к нам присоединяется друг сидика афгана физик жил у него в Кабуле и 18 лет они дружат знаете этого человека сидит о хоть одна родная душа да ура оттуда оттуда пришел дологой белоруссии как мама как все нормально да он хороший физик он хороший математик понимает давай садитесь садитесь чтобы все вместе вместе садитесь пожалуйста я хочу вас вместе увидеть сидящими рядом Михаил я бы хотел защитить сидика защищайте вы тут говорили о вселенском разуме о Боге значит ну сегодня вот тут математики ученые сидят наверное слышали что времени не существует так согласны нет ну возможно варианты скажем так для того чтобы вы поняли почему три оси координат x y z так и стейн доказал что значит поначалу ось времени проходит сидик говорит это не ось времени это духовная ось сегодня уже ученые доказали что распространение в духе душа и в духе контакт и скорость распространения выше скорости света жанна робертна расскажите нам что же у сидика такое по вашему за знания сидик действительно талантливый математик признанный талантливый математик у него есть свое собственное мышление которое позволило ему достичь тех результатов которые он нам здесь с вами пытается показать то что он показывает понятно математикам которые знают эти формулы но к сожалению всем нам далеким от таких глубоких азов математики достаточно сложно с первого раза это все понять по психическим сферам у сидика да мы быстро его речи понимаем насколько быстро у него формируются мысли то есть у него действительно особый тип мышления так быстро и мгновенно все высчитать простой человек не может но заметьте есть еще особенности в других сферах да то есть насколько быстро мышление настолько быстро меняются эмоции настолько быстро меняются и компоненты в волевой сфере я нас в своей книге доказал что бесконечности не существует для нас 10 веков назад 20 веков назад это земля была бесконечность это земля была бесконечность мы говорим это звезда 120 миллиард цвета скорость цвета вошли да вот все говорят 300 300 я для уважения эта аудитория уважение вашей телевидении уважение русским народу я один формулу напишу подарю вас формулу подарю американцы хотели не дали потому что здесь я учился здесь для меня как родина чем же таким сокровенным хочет поделиться с нами сидя Кафган узнаем сразу после короткой рекламы оставайтесь с первым каналом всем еще раз добрый вечер я Дмитрий Борисов в эфире пусть говорят сегодня в нашей программе выдающийся афганский ученый сидя Кафган живущий теперь в Стамбуле пытается доказать всем нам что вывел собственную формулу прошлого и будущего может прогнозировать события до рекламы вы пообещали нам подарить подарить какой-то эксклюзив что это формул цвет расстоян цвет смотрите это нет это нет смотрите один до с нулевой до шест шест два три равняется один осень и так далее равняется потом читается двадцать девять девять пятьдесят девяносто три километра секунды скорость формиру не доказал это я доказал через чего через три гон 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 въезд пожалуйста вот это круто это понятно хотя бы нам кстати сын Сидик очень гордится отцом вот что он нам рассказал перед программой когда я начал учиться в школе моего отца уже знали все когда я зашел впервые в класс учитель спросил меня кто ты и ответил меня зовут Абубакар а мой отец сидик афган и все дети учителя одноклассники все сказали о это большая гордость некоторые спрашивают меня что ты думаешь о своем отце о своей жизни о своем бизнесе о деньгах о компании и отвечают для меня самое главное то что я сын сидика афгана потому что как вы знаете как все знают мой отец номер один в мировой математике и мировая известность это непростая вещь я очень счастлив я пытался изучать математику и быть похожим на сидика афгана то есть я пытался изучать математику также прилежно как и мой отец но не каждый способен изучить математику настолько насколько это было дано моему отцу седик а мы не на лекции и мы не математики мы ходим просто чудес обычных человеческих чудес ну я не знаю правда давайте чудесно пожалуйста давай возьмите магию хотим возьмите возьмите это непросто давайте поможем давай так все помогают давай возьмите смотрите это центр во всем мире так вселенная какой цифр это есть все ли на галак галакси 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 вот галакси вот бесконечные тысячи не существует это матрица вселенной вселенной молодец это обручали кашу где его начало конца начало нет конца нет да я это нашел да где 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 начало где конец отрезом минимум против максимум находится который вы начните куб давай куб вот это пара существа это пара существа для чего годится это для меня из копой вещи Сколько в мире есть вода? Сколько есть тела? Сколько есть юриня? Все здесь есть. Например, на площадь 36 градусов. Давай, какой не скажите. 223, вот смотрите. Это простой число. Это номер галактики. 257. 257, 255. А вот это 467, это что вот это за? А 5, говорит 4. Это все ее код. А, это код? Код, да-да-да. Ну, нам же надо понимать. Да, молодец. Куда летим-то? Смотри, с начала я докажу. 273. 103, вот 103. А что такое 103? Вот, что? О, молодец! Вот среди него, все же мне люди. Кто нам это отдает? Кто это отдает? Все планеты, которые двигаются, один на два не катаются, да? Не толковаются. Почему? Это моя орбита, конечно. Вот эта орбита нашла. Все идут, это коридоры, это есть дорога, это фриканс. Миллиард на миллиард, те, вы говорите, на другой, на другой, не идут. Вы хотите сказать, что вы вывели закономерности, правильно? А вот давайте садимся обратно, сейчас. И у нас снова, да, не до утра, а у нас время заканчивается, да. Давайте. Сейчас прямо дам, сейчас прямо давайте, вы нам и объясните, пожалуйста. Я объясню просто, что происходит. Что происходит? Происходит очень просто. Это не имеет никакого отношения ни к нумерологии, ни к астрологии, ни к другим псевдонаукам. Сиддик просто, как великий математик, он пытается превратить будущее, превратить время, превратить историю в цифры. Все, это просто попытка познать непознаваемое через математику, через то, в чем он специалист. Артем, да, что? Да, я, простите, простите, пожалуйста, извиняюсь, у нас сегодня какой-то день народной дипломатии или что. Мы долго здесь сидим и все пытаемся понять, что происходит. Происходит ровно ничего. То есть магический квадрат, который мы там, я не знаю, в учебнике третьего класса, задачи повышенной сложности, мы как бы знали, что вот это вот будет так, мы теперь распространяем на всю историю, так сказать, вселенной с известных нам, так сказать, времен, да? Ну, определяемых религиозными книгами, я так понял в основном. Слушайте, для этого не надо ходить на телевидении, для этого не надо читать публичные лекции, и, конечно, от второй лекции я точно отказываюсь. Анна Николаевна, что думаете? Мне вот хочется надеяться, что то, что, так, сейчас мы услышали и ничего не поняли, но это начало-начал для наших не внуков, а пра-пра-пра-правнуков. То есть мы пока просто не дозрели, вы согласны? Да, да. Математическую модель создает, понимаете, математическая модель мира. Мы можем с ней соглашаться, не соглашаться, у него своя аргументация. Посмотрите, ведь компьютерная техника тоже работает на основе математических моделей. И у него математическая модель, которая нам пока непонятна, но это не является основанием громить и разрывать его сознание. То есть он не разрывает. Наши потолки оценят. Секунду. Позвольте, пожалуйста, я долго-долго хотела сказать то, что я скажу. Я, конечно, понимаю, Сидико, во-первых, он пытается создать математический, философский камень. Он пытается описать Вселенную через цифры. И через это описание он пытается постичь закономерность и будущее. Мы это все понимаем. Но позвольте внести пять копеек. Вы знаете, есть у нас знаменитая, скажем так, пара. Это историк и математик, которые сейчас переписывают нашу историю через математические вычисления. Здесь надо быть очень аккуратными в этих изысканиях. Здесь кроется очень большая опасность обмануться. Мы, широкая аудитория, мы просто хотим понять, что из этого следует. Пока нет просто ни одного. Ничего из этого не следует. Пока ничего не следует. Я уверен, для вас конкретно этот метод мог бы быть полезен? То, что он делает, это индивид. И единственное он делает. Со своими математическими цифрами он хочет доказать что-то. Но понимает только он и вот кто-то еще другой. Кто-то хочет понять. Или делает, что понимает. Должны мы понять. Вот сейчас я не услышал ни одно слово современное, которое сейчас нас волнует. Это дурацкий коронавирус. Хотя бы что-нибудь он по этой системе сказал что-нибудь. Он не может это сказать. А Ванга бы сказала. Или он скажет. А вот баба Ванга, она умерла все-таки много лет назад, 90-х годов. Она говорила, берегите природу. Наступит момент, когда люди будут умирать, как мухи. Вот этот момент наступил. Потому что мы не бережем природу. Мы не думаем о будущем наше поколение. Будет проклинать наше поколение. Что мы качаем от земли к недр. То, которое должно оставаться там. Наступит, может быть, две тысячи лет вперед. Этот земной шар лопнет. Поэтому надо беречь природу. Надо беречь отношения между людьми. Чтобы мы были не звери, а людьми. Мы не делали плохо, а делали добро. У нас сейчас преобладает черное над белым. Поэтому мы сейчас в таком состоянии. Вот на этот надо подумать. Игорь, да. Что вы услышали сегодня? Расскажите нам. Если позволите, здесь собрались во многом ученые, люди образованные. Коллеги не дадут соврать, что настоящее знание, оно холодное. Оно безэмоциональное. Так. И когда-то великий физик Ричард Фейман сказал о том, что если вы не можете простыми словами объяснить что-либо, вы сами этого не понимаете. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Если вы хотите прогнозировать будущее мира, вы уже не дали мне сложить от 1 до 9. Сложить вот эти две середины чисел. 45 на 45 будет 2025. 25 – это точка, поворотный итог во всем мире. Ура. Переломный будет 2025, но войны до 1955 не будет точно. Спасибо, Ситик, большое. Я завидую нашим зрителям, потому что они посмотрят краткую выжимку и поймут, какой вы гениальный математик. Итоги этого дня в программе «Время» сразу после на первом. Продолжение шпионского детектива «Серебряный волк». Убийство китайского бизнесмена Вонга Ки грозит сорвать деловое сотрудничество между Россией и Китаем. Найти преступников необходимо по горячим следам. Возможно, убийцы принадлежат к печально известным триадам, что может существенно осложнить расследование. Новая серия совсем скоро. Я Дмитрий Борисович, увидимся, пусть говорят. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.